Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас тема, которой вообще еще на канале не было. Вот очень сложно, да, в связи с тем, что уже огромное количество общих раскладов, около полутора тысяч только общих раскладов, это без говорилок, если считать на канале. И вот такой темы еще не было, хотя у меня огромное количество оригинальных тем, которых вы, наверное, на других каналах не найдете. И вот сегодня кто на вас охотится? Если вы хотите эту или другую тему смотреть в индивидуальном порядке, то в пункте 3 прикрепленного комментария ссылочка на видеоролик, в котором подробно с уважением к вам рассказывается, как вы можете получить личный расклад индивидуальный на эту или другую тему. Сегодня у нас будет, как вы уже догадались, по великим и ужасным 4 позиции. Давайте посмотрим, как у нас сегодня еще и фруктики распределятся. Кто на вас охотится? Первая, вторая, третья, четвертая позиция. Но подразумеваем, что вообще под формулировкой охотиться. Что это значит? Это значит, что человек каким-то образом пытается добиться вашего внимания, пытается либо с вами увидеться, либо пытается каким-то образом достичь желаемого в отношении вас. То есть дозвониться, увидеться, допустим, хочет получить какой-то результат или охотиться в плане того, что там может писать на вас какие-то там жалобы и так далее. То есть вот именно человек проявляет инициативу, как будто бы объявляет на вас определенную охоту. С чем это может быть связано? Кто этот человек? Опять же мы будем сегодня смотреть. И зачем ему это надо? То есть какую цель преследуют? Кстати, девочки опять писали, что в очередной раз благополучно слетели подписки на каналы. Но вообще сейчас с Ютубом что-то интересное творится, потому что на Ютубе сейчас ведется чистка. То есть вот те каналы, которые уже, допустим, долгое время не работают, или те каналы, которые были фейковые, или забанены за какие-то, да, вот там, допустим, проступки самого канала, то есть их сам Ютуб закрыл. Вот они сейчас тоже улетают из подписчиков. Иногда заходишь, там смотришь, отписалось несколько десятков человек. Это не значит, что люди отписались. Это просто значит, что у кого-то слетела подписка, какие-то там, допустим, каналы просто были удалены и так далее. То есть на Ютубе идет вот такая масштабная очистка, поэтому и люди говорят о том, что подписки слетают, подписчики именно. И сами торологи, ну не только торологи, вообще блогеры говорят о том, что те вот, кто снимает видео, кто ведут свои каналы, говорят, что отписываются просто десятками у крупных, огромных, там, миллионников, сотнями в день. Давайте посмотрим, как расположится у нас великий и ужасный. На первую позицию зеленый виноград, на вторую позицию яблочко наливное, третья позиция клубника. Ну что у нас клубника атомная, облюбовала последние расклады, которые делались. Третью позицию, ну очень уж ей нравится эта позиция. Вы можете загадывать хоть по порядку выкладки, первая, вторая, третья, четвертая позиция, хоть по фруктику, хоть по порядку открытия мной. То есть вот та позиция, которую я открою, первой, второй, третьей, четвертой. Для тех, кто выбрал позицию номер два, яблочко наливное, давайте посмотрим, что нам сегодня расскажет. Ну, во-первых, сейчас у вас хороший шанс, даже если на вас идет какая-то охота, исправить то, что вы хотите исправить. То есть может быть даже у вас есть хороший шанс с человеком вывести эти отношения туда, куда вы хотите их вывести, даже если это будет происходить из-за разрушения. Ну, здесь есть такой момент, больше женская энергетика идет, женщина знака воды или воздушного знака здесь больше отображается. Но в любом случае мы сейчас все-таки будем смотреть. То есть даже то, что охотятся на вас, это шанс для вас. То есть это для вас, в принципе, даже хорошо. Здесь вот два человека, которые как-то запыхались, как будто бы, да, или запыхались, как правильно будет говорить, и на какое-то время остановились для того, чтобы свой ресурс немножечко возобновить. То есть может быть слишком быстро бежали, да, и уже получили от вас по носу. Вот она женская карта, женщина знака воды или воздуха, жесткая, безэмоциональная такая дама. У кого-то Люся, у кого-то Анна, имена будут проигрываться по этому раскладу или созвучные им, если это какие-то национальные имена. Ну вот видите, товарищ завидует, то есть товарищка, как мы с вами посмотрели. Ну и давайте посмотрим. Да, ей здесь человек, сейчас как бы в формате передышки, сейчас как-то отдышаться остановилась дама. И вы за это время можете восстановить опять же свои силы и подготовиться к новому, да, ее какому-то шагу. Кстати, возможно, ей не хватает сейчас финансовой какой-то составляющей для того, чтобы идти дальше. Эту финансовую составляющую, соответственно, она будет искать у какого-то покровителя. То есть это может быть супруг, это может быть отец, это может быть начальник, то есть какой-то мужчина, который находится с ней рядом. Да, ей не хватает ресурса, не хватает, возможно, денег, может быть потрачено или что-то сломалось сейчас. И вот она как бы дает вам шанс именно отдохнуть, и вздохнуть полной грудью, пока она занимается чем-то другим. Давайте посмотрим, зачем эта мадам вообще может на вас охотиться. Ну, вы знаете, бывает такой формат, когда человек от скуки это делает, от скуки от нехватки общения, как бы это странно не звучало. Причем мы не можем сказать, что ведется охота на постоянной основе, то есть она все время за вами как будто бы бегает. Мы не можем так сказать. Человек не все время охотится. Вот смотрите, опять закрывается даже этой картой. колода. Человек охотится время от времени. То есть когда бывает какой-то шанс, вот бывает такой, что-то засиделась, а я и побежала. А ну-ка догоню-ка я Женьку надаю и тумаков. Вот из этой области. Знаете как, вот человек, она видимо такая, у которой мозг не может находиться в состоянии покоя. Ей нужно все время куда-то бежать. Ей нужно все время там куда-то двигаться. И видимо за счет вот этой своей позиции, она когда что-то заскучала, да, вот загрустила, она тут же начинает там вставать и бежать. Вставать и бежать за вами. Но это вот еще раз скажу, это не на полноценной постоянной основе, это периодически. Ну, кстати, можно сказать, что и человек вас в данном случае взбадривает немножечко своим поведением. Ну, смотрите, очень жестко проявляется эта дама. Если вы не знаете, о ком идет речь, то скорее всего в ближайшие 4-6 месяцев вы поймете, что это за персонаж такой. Давайте для вас предостережение и совет. Ну, смотрите, прям сражаться и поворачиваться там во все оружие к ней или первой нападать, или первому здесь абсолютно не нужно. То есть здесь не та ситуация, когда вам нужно проявлять силу и принудительно каким-то образом заканчивать вот все эти мероприятия. Здесь больше карты говорят о том, что вам можно либо перенаправить ее эмоции или ее какие-то нацеленности на другую женщину. Женщина знака воды или воздушного знака, капризная, эмоциональная, либо воззвать к ее эмоциям и чувствам, которые женщина хорошо скрывает. Если вопрос рабочий, то здесь документально нужно решать вопросы, останавливать все, но, знаете, через договоренности, полюбовно, но достаточно жестко, то есть не грубой силой прекращения. Если это личные взаимоотношения какие-то, то здесь нужно спустя определенное время, где-то, наверное, спустя 2-3 недели вам нужно будет ставить ультиматум. То есть с вашей стороны по-доброму может быть такая манипуляция в форме ультиматума какого-то. То есть вы можете предлагать два варианта развития событий в этой ситуации и тогда уже разрушать. То есть сейчас прямо действовать не надо, несколько позже. Кстати, имя Юлия у кого-то может прорабатываться, как имя третьего лица, которое здесь вот в данном случае может помочь тоже в рамках того, что происходит. Давайте продолжать. И сейчас у нас позиция номер 1 виноград. Не в рифму, зато правда. Давайте посмотрим, что у нас сейчас. Ну смотрите, кто-то, может быть, перекочевал, кстати, вот из этой позиции. И здесь можем сказать, что да, есть дама достаточно жесткая, больше женских здесь энергий. Такая причем мадам, которая может рубить головы направо и налево. То есть нет в женщине вот именно чего-то реально мягкого, материнского, какого-то сочувствия, какой-то ласковости. Вот все равно в женщине должно быть что-то основополагающее, что-то все-таки более мягкое. А здесь прямо вот такая амазонка, какая-то энергия такой вот амазонки идет. Очень явная. Человек с достаточно сильной энергетикой. Причем здесь могут быть даже две женщины, одна знака земли или огненного знака. Смотрите, прямо толпа. Толпа, толпа прямо образовывается. Вот три человека. Но причем такое ощущение, что вы им тоже уже нападали. Либо их предводительница, вот эта, которая идет у нас по первой позиции, жесткая, безэмоциональная, Наталья, Наташа у кого-то здесь будет имя проигрываться. Вот она как будто бы затмила их всех собою. Здесь есть еще три карты. Женщина знака воды или воздуха капризная, знака земли или огненного знака, состоявшаяся, состоятельная, такая спокойная. И мужчина, склонный к самолюбованию. Здесь есть такие товарищи. У кого-то Витя будет имя мужское. Сегодня что-то сыпятся прямо имена. Бывает такое, что не приходят вообще. А сегодня оптом, косяками пошли. Давайте еще раз посмотрим, будут ли при конкретном указании на этих людей попадать какие-то карты. Ну, вы знаете, вот то, что у нас показалось, не на позицию, да, какой-то списанный товар. У кого-то может быть теща или свекровь. Женщина такая вот в возрасте, женщина, у которой есть дети. Вот она может здесь еще охотиться. И женщина, которая как будто бы, да, вот ей не хватает общения со своими детьми. И поэтому она может тюкать периодически вас. Кто-то из старших членов семьи, которые даже могут жить отдельно. Для некоторых это, помимо того, что было указано, еще и старшие члены семьи. Особенно если женщина, допустим, с детьми, ну она разведена, или если она вдова. Вот такое может прям пересекаться. Здесь вот треугольником арканы. Ну и женщина, смотрите, если ситуация у вас на работе, то, скорее всего, кого-то будут в ближайшие несколько месяцев увольнять здесь. Вы будете очень переживать по этому вопросу. Но вот видите, опять же, у нас выходит та же самая карта. То есть идет перекличка, с чего начали, тем и закончили. То есть у вас какая-то как будто бы свора собачья, да, вот за вами бегает, с такой хищной настроенностью, но при этом затмевает всех вот эта дама, о которой шла речь. То есть все остальные, может быть, если вы на них уже посмотрите, вы скажете, ой, да, вот эта Катька, это уже все незначимо. Вот что творит она, основная, да, вот эта дама? Вот эта дама. Зачем? Ей то, что делать. Потому что здесь было много людей, но она как-то выдающаяся фигура во всем этом. Ей хочется оставить все на своих местах. При этом, знаете, вот глупая ситуация. Ей хочется остановить какие-то неуклонно грядущие изменения. То есть она понимает, что что-то будет меняться. То есть если это, например, будущая свекровь, с которой вы не ладите, то здесь ситуация такая, когда она понимает, что что-то изменится. Она пытается затормозить ситуацию, пытается прекратить те изменения, которые есть. Если это на работе, то человек тоже может предчувствовать, что вот сейчас что-то случится, будут какие-то там, допустим, ситуации с договоренностью, межличностные, да, вот какие-то моменты. И она понимает, что да, здесь может сложиться так, что в итоге в этой ситуации будут перемены, а она этих перемен не хочет. Поэтому пытается, вот знаете как, подставить кого-то другого под эти перемены. Но я вам говорю еще раз, будут включать режим бензопилы и дружба. И у вас вот все фигурные арканы, которые могли только вылезти. Вот в данном случае это может быть из-за сына или из-за какого-то мужчины, да, вот она зачем? Для того, чтобы привлечь его внимание к себе. Это может делаться здесь. Но в любом случае давайте мы посмотрим для вас здесь предостережение и совет. Смотрите, будьте чуть-чуть помягче, не будьте прямолинейны так же, как и эта женщина. Знаете почему? Потому что уже здесь в ее лице вам с головой хватает какой-то, такой вот знаете, жесткой очень прямолинейности. И это нужно немножко сглаживать, потому что в лобовую атаку вряд ли вы ее каким-то образом победите. Не надо учить ее, не надо ей объяснять, не надо пытаться каким-то образом там, да, пропихивать и свою правду и пытаться научить ее, как смотреть на эту ситуацию или рассказывать, как у вас было в семье или как вы привыкли, ссылаться на каких-то третьих лиц. Вот здесь этого вообще не нужно делать. Здесь больше ложится та карта, которая говорит о том, что более мягко, более хитро, более так вот, знаете, менее эмоционально с одной стороны, да. И если у вас есть возможность с этим человеком не общаться, а особенно не обсуждать некое его прошлое, определенные фигуры и события прошлого, то это было бы вообще просто вот здорово. Знаете как, если и порвать как-то эти отношения или избегать ситуации с коммуникацией, да, то это должно быть очень мягко, очень вкратчиво, очень так вот больше похоже на то, что вы выкрутились, чем вы пошли вот так в лобовую атаку. Лобовая атака здесь с этим человеком, знаете, ну, будет непродуктивна. А есть возможность не общаться вообще? Вот было бы шикарно. Лучше, конечно, вообще не общаться, если есть такая возможность. Если на работе, например, есть у вас возможность уволиться просто, ну, было бы блестяще. Но если нет такой возможности, просто старайтесь так вот, знаете, оползать острые углы. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, а вот давайте такой кэпни очевидность, у нас получается третья позиция, третья по порядку открытия будет. Ну, здесь у нас, вы знаете, периодически, вот ощущение такое, что периодически, да, может вестись какая-то охота, но вам, в принципе, в этой охоте везет. Причем здесь даже могут быть некие письма, некие официальные попытки взыскать с вас что-то, какие-то жалобы, да, то есть какие-то бумажки, которые на вас человек или люди пишут. Вот такой формат здесь очень даже может быть. Вот это здесь есть. Здесь больше, да, больше в формате какой-то писанины или в формате обращения к людям, которые окружают. То есть человек, скорее всего, будет избегать с вами прямого какого-то влияния, такого вот столкновения прямо в лоб. Но периодически здесь вот может появляться, проявляться. Давайте посмотрим, что же за люди. Ну да, вот такие подковерные выползни, которые очень, знаете как, они подставляют других людей. То есть вы думаете, что это один человек за вами охотится там или делает какие-то гадости. А оказывается, что это вообще другой человек, который просто его науськивает. То есть здесь вот есть какой-то серый кардинал, который в этой ситуации подставляет под удар вообще других людей. Вы, имя Маша у кого-то проигрывается, вы можете, если с этим человеком поговорить, но мы вообще еще поймем, когда будут предостережения и совет, стоит ли в целом вообще разговаривать. Здесь такая позиция, это когда вместо себя, да, вот подставляет кого-то, называется, а ты иди, Люся, иди, иди вперед, пусть тебе сейчас праздничных поджопников надают, а я отсижусь в тенечке здесь. То есть человек действует очень коварно, человек подставляет вместо себя других лиц, человек может писать, например, какие-то кляузы, но отдавать их через третье лицо, там допустим отправлять. А может сказать, Верочка, ну пойди отнеси, я не могу сейчас, ты вот пойди там жалобу отнеси или что-то еще. То есть здесь вот именно такой человек, который будет всеми прикрываться, но идти периодически, вот где-то там раз в несколько месяцев, это будет продолжаться. И это может продолжаться еще достаточно долго. Зачем человеку сделать больно, ранить? Ну вот это, кстати, пока что, да, из всех позиций, которые открыты, пока что это одна из самых таких вот серьезных позиций. Здесь реально человек настроен на длительную коммуникацию, на длительное, да, такое вот столкновение. И вплоть до того, что постоянно ставить вам на вид какие-то пакости, человек будет играть в долгую. Ну у нас, кстати, сегодня дама, знака воды или воздуха, прям давно уходит уже из расклада в расклад прямо. Здесь такая история странная. Пытается манипулировать, но опять же, да, вот именно через третьих лиц, через третьих каких-то людей. И может пытаться вас рассорить с другими людьми тоже. Предостережение, совет. Знаете, не надо давать вообще этому человеку шансов, потому что иногда мы видим, что человек достаточно мягко относится, да. И здесь вот может быть такая композиция как раз, когда вот этот человек будет очень мягко себя вести и будет мягко стелить. У кого-то имя Василиса такое редкое, оно может прорабатываться. Здесь вот человек мягко стелит, при этом вроде бы вы думаете, ну мы же поговорили, ну вроде мы ко всему уже пришли, вроде бы мы разобрались с ситуацией. Может быть попустит, полегчает и будет как-то все более оптимистично далее. Даже не надейтесь, человек может улыбаться Вам в глаза, при этом как только Вы отвернетесь, спину Вам кинуть нож. То есть вот такая ситуация, когда шансов давать такому человеку вообще нельзя. Потому что здесь сформировано очень четкое отношение и любой шанс он будет просто воспринимать как проявление Вашей слабости. Ну и здесь что? Попытаться уходить, выползти потихоньку из конфликта. То есть у Вас как бы все развивается по такой спирали. И спираль проходит очередной свой виток. Вот у Вас такое ощущение, что Вам надо выпрыгнуть просто как-то из этого витка и отгородиться как можно дальше. Если Вы можете юридически как-то подковаться или обновить информацию юридического характера, то лучше это все-таки сделать и отгородиться. То есть если у Вас может быть есть такой нюанс, что человек достает Вас по телефону, например, то может быть стоит сменить телефон, сменить номер телефона. Вот такое тоже может здесь быть. Поэтому подумайте, будете ли Вы так делать. Но Вам нужно как-то уйти, уйти в сторону и идти своим путем. Это не значит, что Вам надо останавливаться. У Вас есть свой путь, у Вас есть свои задачи. Но Вам нужно идти дальше, а не зацикливаться на том, что здесь продолжается. Да, человек, как одна известная субстанция в проруби, будет еще всплывать периодически. Но это будут уже, знаете, такие моменты блеклого подобия, каких-то взрывов, которые могли быть раньше. Для тех, кто выбрал позицию. Первое, второе, третье компот. Компот опять у нас ананасовый получается. Ну, здесь, Вы знаете, человек кто-то возомнил себя вершителем судеб. И есть даже вплоть до того, что судебные какие-то преследования. То есть здесь может быть юридического формата тоже преследование. Либо человек, если это не юридический формат, то здесь человек просто может двигаться в Вашу сторону, и нападать или охотиться за Вами, потому что считает, что должна восторжествовать справедливость. Называется, я для себя так-то ничего не хочу, но вообще несправедливенько получилось, поэтому я там буду тебя, Надюша, преследовать, и буду тебе делать пакость и ставить палки в колеса. То есть вот такой нюанс здесь может прорабатываться. Вот таково видение человека. Что за люди? Ну, у кого-то это с работы товарищи, а у кого-то это дама, которая даже не обязательно рядом с Вами живет, она может жить на расстоянии. Для кого-то это интернет, преследование в том числе. Женщина, знака земли или огненного знака, состоявшаяся, состоятельная при деньгах. Такая вот мадам. Женщина, имеющая свой дом, недвижимость. И дама, которая в наследство. Кстати, что-то очень интересненькое такое получила. Ну, натура такая в плане денег достаточно. Не то, что был живая, но любящая пускать пыль в глаза. То есть здесь такой момент, такой нюанс прорабатываться будет. Зачем человек может преследовать? Знаете, вот накопилось, накопилось, накрутилось. Особенно если у Вас были какие-то конфликты, недопонимания или неправильные взаимоотношения с его или ее матерью. Хочет помочь своим родственникам, помочь матери. И ответить Вам тем же, что Вы, как она считает, когда-то сделали. Причем, может быть, сделали даже не ей, а кому-то из третьих лиц. Называется, ты когда-то Мариночку обидела, а вот теперь я хочу, допустим, тебе воздать по заслугам. Вам предостережение и совет. Но, Вы знаете, это та ситуация, когда без дела сидеть и как-то игнорировать и никак не реагировать на то, что происходит. Будет неправильно. С другой стороны, истерично брать трубку и орать, да пошла ты, не трогай меня больше. Здесь тоже непродуктивно, так же, как и блокировать человека абсолютно. Здесь есть момент такой, когда, может быть, Вы сможете обратиться к старшим, касаемо вот этого человека. И здесь может быть такая история, когда Вы можете двигаться в сторону именно человека, но при этом противопоставить нечто, что будет доказательством, допустим, Вашей невиновности. И человека здесь вот орать, там скандалить особо не надо, но припугнуть или немножечко, да, вот надавить на что-то больное в рамках того, что человек сейчас пережевывает о Вас, было бы неплохо. И только потом уже заблокировать и отстраниться. То есть дать информацию, такую жесткую, толчок, щелчок по носу, дать без скандала, без воплей, после чего прекратить общение. Это будет наиболее, пожалуй, продуктивная стратегия, которую Вы сейчас можете применить относительно данного лица, данного преследователя. Вот такая история. Для тех, кто посмотрел расклад, конечно, хочется сказать, что на адекватные, хорошие комменты я обязательно поставлю сердечки и талисманчики, которые будут приносить Вам удачу, будут приносить Вам радость той ситуации, когда Вы попали в сложные какие-то события. Но при этом Вы правы, но у Вас что-то не получается. Будут вот так вот поддерживать Вас эти сердечки. Конечно, если у Вас есть такие оригинальные идеи для тем раскладов, интересные, то в пункте 2 прикрепленного комментария ссылочка на видеоролик, под которым Вы можете оставить свои идеи для общих раскладов. Потому что если Вы будете просто где попало, например, здесь в комментариях оставлять, ну, они могут затеряться. А так все-таки будет возможность у меня открыть и посмотреть под определенным видео, где это должно быть, как все это должно выглядеть. Ну, вот так колода немножко польстила, мне окей. Я желаю всем удачи и благополучия. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok